На сегодняшний день, в первую очередь, наверное, можно считать одной из главных тенденций, это расширение диапазона приемлемости, то есть то, что допустимо в постели, границы стремительно стираются. И то, что считалось сексуальной революцией, оно на самом деле продолжается. И в этом плане очень часто потребление идет в ущерб репродукции. Все чаще мы наблюдаем, что люди вступают в брак в более позднем возрасте, а с возрастом, как известно, фертильность, способность зачать ребенка становится меньше. Мы наблюдаем все более разные модели полового поведения, которые не связаны с репродукцией. Все чаще встречаются так называемые гражданские браки, когда люди не связывают с ответственностью друг друга, и при этом, как правило, многодетных семей становится все меньше и меньше. Современная сексология все более становится политизированной, и наука становится некой рабыней политики. И это связано с тем, что исследований стало слишком много, продвигаться они стали порой иногда агрессивно, иногда они имеют полной доказательной базы. И недавние достаточно громкие события Кассельского университета в Германии, когда один профессор-биолог заявил о простых вещах, которые не требуют никаких доказательств, что, допустим, в однополых семьях не реализуется биологический потенциал, нет репродукции. И за эти, в общем-то, по большому счету невинные высказывания, да, был подвергнут буквально травле. И, конечно, в этом плане можно говорить о том, что современная наука становится более субъективной. Надо понимать, что сексологи в современной России очень разные. Одни имеют базовую подготовку в виде медицинского образования, шестилетнего образования в УЗИ, базовой подготовки по психиатрии, потом первичной специализации по сексологии. И в этом плане врачи-сексологи знают не только психологию, но и тело человека. В конце концов, сексуальная функция реализуется, в общем-то, в первую очередь телом. И здесь огромное значение имеют гормоны, нервная проводимость и так далее. И эффективная помощь в этих вопросах, конечно, все-таки наиболее актуальна, это оказываемые врачами-сексологами. Но современный некий тренд заключается в том, что появилось за последние 10 лет огромное количество различных курсов, которые готовят так называемых сексологов. Первое время специалисты поддерживали эту тенденцию, поскольку радовались тому, что популяризация сексологии как-то стала более широкой и стала более востребованной населением. Но потом вот этот энтузиазм стал пропадать, потому что сексология стала вульгаризироваться. И буквально после недельных каких-то курсов новоявленные так называемые специалисты-сексологи уже, глядишь, через неделю обучают таких же новоявленных сексологов. Качественная помощь подразумевает качественную диагностику. И сначала, безусловно, важно собрать качественный анамнез с обоих сторон, гормональный статус, психический, потому что очень часто люди, допустим, с нарушением режима труда и отдыха могут находиться в состоянии такой субдепрессии. В этом случае сексуальное лечение просто дезактуализируется. Очень важно понять причину. У кого-то просто слабая половая конституция, а партнер, допустим, может упрекать этого человека в том, что у него какие-то романы на стороне. Поэтому, в первую очередь, диагностика каждого по отдельности. Потом, после этого, диагностика пары. Потому что оба могут быть сексуально здоровы абсолютно, с хорошим уровнем гормонов, нервной проводимости. Но психологическая дисгармония не дает реализовать сексуальный потенциал в паре. Практически каждый врач-сексолог имеет подготовку по психотерапии, потому что качественное оказание сексуальной помощи без знания психотерапии, психиатрии порой невозможно. Потому что, в принципе, секс начинается в голове и заканчивается в голове. В какой-то степени переизбыток дает волну девальвации. Если мы задумаемся о переизбытке сексуальных картинок, мы говорим не только о широком распространении порнографии, потому что на сегодняшний день это тоже огромный бич. Это популяризация отклоняющихся моделей поведения. Подростки смотрят различные категории порно и при недостатке собственного опыта впитывают его как нормативный. И мы получим следующее поколение уже на сегодняшний день. У меня все чаще обращаются молодые люди 20 или 25 лет со сниженным сексуальным желанием, потому что у них уже мозги пенсионеров. Они видели уже столько, сколько лет 20 назад в своей жизни 100 мужчин не видел такого количества какого-то опыта до эры порнографии. Сексология Сама сексология зарождалась во времен СССР еще в начале 20 века. Потом исследования после революции несколько свернулись. Уже в 60-е наука стала развиваться. И на тот период возник большой вопрос, кто должен заниматься сексуальными вопросами. Врачей-сексопатологов еще не было. И вот это было хождение по кругу, карусель такая у пациентов, потому что они ходили к психиатрам, ходили к психотерапевтам. Психологов тогда особо не было. Они и психотерапевты тоже, в общем-то, были из среды психиатров. Они ходили по урологам. И эффективность терапии была низка, потому что уролог отпускал пациента, он говорит, что теперь у вас с простатой все хорошо. Он говорит, что у меня по-прежнему нет эрекции. Это уже не ко мне. То же самое происходило в кабинетах у психотерапевтов, когда психотерапевты, например, пытались искать какие-то причины, связанные с детством, с родителями и так далее. Но на самом деле, допустим, у человека был снижен гормональный статус. И он когда-то, может, и попадал к эндокринологу. То есть вот эта карусель, она была невыгодна прежде всего пациентам. Потом организовалась, благодаря Георгия Степановича Васильченко, сексопатология. Велась подготовка врачей-сексологов, и тогда еще сексопатологов, которые совмещали именно вот эти части, которые влияют на сексуальную жизнь. Эндокринологию, урологию, психиатрию, гинекологию. И кроме этого, они еще были психотерапевтами, потому что они еще и впервые стали изучать пару взаимодействия. И врач-сексолог — это единственный специалист, который рассматривает систему не одного человека, а систему, причем не только из двоих людей, а на самом деле порой больше, потому что на каждого влияет его родительская семья. И это некая такая микровселенная. И после этого успешность стала выше. Но в последние годы опять возвращение к монодисциплинарному подходу. Мужчины часто не знают, что есть вообще такая специальность. Мужчины по-прежнему обращаются, допустим, к урологам. И, в общем-то, неграмотность населения, несмотря на то, что у нас на сегодняшний день уже век 21-й, ира интернета, на сегодняшний день люди просто не имеют представления, куда обращаться с сексуальными вопросами. Редактор субтитров А.Семкин